здесь я буду менять крышу хотел сносить этот сарай наверное его сносить не буду народ а если без шуток можно представить что здесь у меня живет рейк вот такой вот народ у меня вид с крыши сарая сливы поспели в принципе на днях но столько их много не было москве я иногда мимо проходил вот эти на рынках торговцы торгуют если не пускал то есть не мог себе иногда позволить там когда зарплату потратить и какие-то копейки остаются заходишь на рынок а там она громадных денег на про москву вот а здесь по ней просто ходит давайте на камеру покушаю как это сейчас модно даже один канал есть такой даже не один кто кушает именно на камеру собирает лайки подписчиков да ну я наверное не буду озвучивать этого человека даже этих людей их много потому что я никому рекламы делать них не собираюсь вот такой вот у меня гараж ой под ногами какая-то хрень такая шуба кстати модная пилка книга настоящего пишу не буду точно ней можно снять клепец какой-нибудь новый свой это что-то ну крыс я почти вытравил тут один монстр живет он еще отравку не дает думаю уже недолго осталось народ все-таки я решил спуститься в погреб ну что народ полезли в погреб осторожненько он одна видите да я фонарик зажжет фонарик включил одна сломана ножка 1 валяется тут матушка моя закрывала всякие соленья вот это что такое это компот ну-ка года три я сюда точно не лазил блин не дай бог он вернется сюда я не знаю что я тогда буду делать это наверное как вот многие блогеры рассказывают страшные истории на ночь хотя я наверное не прокакаюсь а вернее я прокакаюсь но хорошо 100 у меня сливы всем видно сколько у меня сливы народ что-то я уже обожался этой сливы пока вам тут это показывал дегустатку здесь я буду менять крышу хотел сносить этот сарай наверное его сносить не буду потому что в принципе он нормальный вернее матушка моя его хотела сносить я его не буду сносить на вот это слово сносить от него мне не хорошо становится потому что в принципе нормально тут только вот крышу подлатать вот это весь вам вынести отсюда можно ну крыс я почти вытравил тут один монстр живет он еще отравку не даю думаю уже недолго осталось или ней кто это что за особь кстати крупная сволочь никак ее заснять не получается прям недавно заходил я увлечь меня вода воды набрать на огороде полить растения да и мне между ловным прошмыгнул то есть такая вот тварь на глаза старается не попадаться мне даже на кухне вот по этой дырочки видите да она провозит короче он на эту дырочку она выходит на кухню в дом видимо там ходы целые да и короче меня гуляет по дому тварь когда-нибудь я с ней разберусь ее детей двоих я уже ликвидировал осталось мама или папа а может их двое я не знаю думаю скоро я это узнаю как фильме говорится из нас двоих останется кто-то один вот так же и сейчас я поставил себе цель что или она или я в принципе вот я крышу эту буду тут все подделаю даже какой-то пластик лежит его тоже можно использовать фундамент я естественно буду цементом тоже это тоже будет делать тоже сниму на видео как я все ходы замурую и ты суки мы дочери или сына не знаю кто то так что так вот для начала нам надо крышу вот такая вот крыша вся уже рубероид он уже весь видимо смыло его дождем что-то мама кого-то немало наверно скидывали чуть до конца не наделали недобросовестные работники были и вот я сейчас его поснимаю поскидываю отсюда и буду шифер класть это я все тоже сниму как это все происходит потому что в принципе сарай нормальный можно как курятник использовать или кроликов нем держать с крысами только разобраться чтоб они не съели ничего никакую живность они любят кушать как и харьки как и лисы грызуны вот такой вот народ у меня вид с крыши сарае прикольный вид такой красивый на соседские дома мой дом конечно тоже труба которую нужно тоже чинить вот эти вот куски рубероида нужно снимать и и все переделывать сарай ломать не буду только крышу шифером покрою вон он лежит если видите такой вот шикарный вид такой вот вид дождик начинается мой дом ветер да всем слышно как шелестит листва уже прохладно я мимо шел гаража и вот такое зрелище увидел сливы поспели в принципе на днях но столько их много не было какая вот слива вот я думаю видно пока зеленые вещат вот они такие вот пока зеленые вот я хожу по спелым я прям по ним реально на руку еще одна упала которые трудом она не созрела вот это вообще на попку похоже такая вот попочка такая вот она сочная спелая внутри слива такая вот мякоть но вся вся сочная нас я ее даже слушаю это что-то очень вкусная слива вот их сколько видите да много блин я по ним хожу как по минулу полю раздавил парочку жалко даже в москве я иногда нему проходил вот эти на рынках торговцы торгуют если не пускал то есть не мог все иногда позволить там когда зарплату потратишь на и какие копейки остаются заходишь на рынок а там она громадных денег на про москву вот а здесь по ней просто ходишь такая вот мякоть нектар это нектар это сок это прям как вот нектар продается только натуральная вот это натуральная это не какой-нибудь там сок с загустителями под нектар а вот это реальный нектар даже на пальце он сколько много вам показать как все я по ней хожу прям как по минному полю действительно дача спелая красненькая такая спеленькая сливка там действительно сливки от слова сливки какая касается надо ее скушать вообще-то блаженство не передать салами столько народ я сливы насобирал за полминуты буквально видно да это за пол минуту он еще показать ухо осталось видно всем да вот столько у меня сливы всем видно сколько у меня сливы давайте я на камеру покушаю как это модно сейчас кушать на камеру салопротрую чтоб меня это хотя я наверное не прокакаюсь а вернее я прокакаюсь но хорошо пропоносит меня точно не пропоносит потому что я уже не за первый заход сюда здесь оказываюсь я уже кушал эту сливу вот и у меня стол был но стул хороший то есть как бы не крутил живот ничего от самое главное то есть я ее здесь могу не мыть в отличие от того где я покупал до этого на рынке да тоже москве и надо все мы потому что пестицидами обработано здесь ничего не обработано можно прям земли поднимать и кушать давайте я на камеру покушаю как это сейчас модно даже один канал есть такой даже не один кто кушает именно на камеру собирает лайки подписчиков да ну я наверное не буду озвучивать этого человека даже этих людей их много потому что я никому рекламы делать них не собираюсь давайте я покушаю и вам покажу хотя бы какое-то наслаждение очень вкусно по вкусу напоминает нектарины только там сок обычно весь разбавленный сок нектарины не нектарины кстати тоже напоминает ну вот сок на которых пачки берем с мякотью там обычно мякоть она искусственная загустители всякие да здесь мякоть натуральная но это фрукты да и вот сочные мягкие мясо 1 миску вы знали как это вкусно народ очень сладкий сочный вот одна мякоть давайте подальше сяду от камеры что-то я притык сидел вообще народ что-то я уже обожался этой сливы пока вам тут это показывал дегустацию что мне уже что-то хреново червила кстати бывает очень как и люди тоже бывают червилы что-то мне уже не лезет меняется слива косточку выкидываем и приступаем очень вкусная слива очень как прям нектарин вот сок только в образе сливы ну наверно все нектарин пробовали я уже говорил что он обычно с красителями всякими с добавками там есть всяких море но она натуральна очень вкусно ну что народ пойдемте ко мне в гараж вот такие вот ворота вернее дверь на на ворот это не смахивает и погреб виднеется старый погреб бункер если война начнется нужно там прятать а теперь нам надо достать эту лестницу которая внизу этого темного бункера вот такой вот темный сырой как бункер погреб главное теперь нам лестницу взять и туда не свалиться берем да вся уже гнилая зря наверно блин зря я выкинул эту штуку я мог бы сделать ну ладно и достаем лестницу такая вот лестница вся уже убитая временем как погреб в принципе тоже теперь нам мы вернее я вытянул одну перекладину по своей дурости или тупости теперь нам надо найти замену или переставить местами еще не придумаем с вами вот такой вот у меня гараж ой под ногами какая-то хрень бак железный у двери их можно кстати куда-нибудь приспособить доме например как раз там одна дверь не двери одну вы видели видосе такая шуба кстати модная йо рэперская как книга настоящий в этой шубе буду точно в ней можно снять клипец какой-нибудь новый свой у меня кстати есть много треков собственного сочинения также видеоклипы вы можете найти это на ю тубе также можете найти в поисковике вбив эмси юджин там будет море моих треков ну как не море песен 85-90 точно уже не вспомню сколько я записал плюс где-то 10 видеоклипов может чуть меньше то есть все это вы можете найти ссылочка будет в описании под этим роликом вот поэтому я думаю эту шубу конфискую что-нибудь в ней клевое сниму да так что тут еще тут всякие коробки там соседи за стенкой тоже гараж кстати так что есть такой не один подземный житель главное чтобы здесь крыс не было потому что в сарае я вам уже показывал даже ловил наклей потом ее обезглавил крысу крысеныша вернее маленького потом второго поймал но не стал снимать его 3 там громадная крыса бегает видимо мама или папа никак вот все хавает хавает отраву никак не может это накопытиться так же на клинику падает сволочь лапа 1 раз туда чувствует что прилипло и лапу убирает то есть эту тварь никак не могу уничтожить но придет ее день когда я вынесу смертный приговор или приговор как правильно говорить и произведу казнь кстати может тоже с ним вот такой живодер все защитники животных наверно на меня сейчас злые но что поделать это грызун который во первых переносит на себе море всяких болезней надо камеру к себе повернуть надо осторожненько а во вторых эта тварь очень больно кусается и потом укол делать я не хочу поэтому даже сплю до сих пор со светом потому что я семейку истребил значит эта мразь может мстить крыс они очень умные создания как люди вот она может мстить по стучу по деревяшке без нос или без уха не хочу остаться вот поэтому надо быть настороже вот такая эта сучка видит то что имеет гад видит что свет горит в коридоре да я в комнате не зажигая вообще не смог уснуть видимо все равно не рискует вот но стоит не я думаю без света оказаться в полном доме в темноте этот парень отгрызет и не подавится даже поэтому будем ловить до конца народ все-таки я решил спуститься в погреб воняет такой плесенью сыростью в погребе надо спускаться надо нам подобрать вот эту штучку которую мы потеряли поэтому у нас выбора нет и выхода нет хотя то могут вот такие вот крысы быть но куда нам деваться мы взялись за миссию спасти вселенную шутка номера бы не на шуток на самом деле я уже говорил во многих роликах что мне не до шутки хотя сам шучу надо спускаться вниз тут уже лестница вся гнилая тоже мы думаем чуть и не сломаю ну что народ полезли в погреб осторожненько он 1 видите да я фонарик зажжу фонарик включил 1 сломана ножка 1 валяется так сейчас нам надо как-нибудь аккуратненько опа так вот слазим это крышка вот бункер вот здесь холодрига вот крышка надо ее достать вот это наша то что я по своей дурости выкинул наверх и туда кинем тут матушка моя закрывала всякие соленья вот это что такое это компот ну-ка года три я сюда точно не лазил так это наверное сливовый в принципе можно его я думаю употреблять в пищу потом вот это помидорчики такие деревенские очень вкусная думаю с картошечкой от отварной с маслицем деревенским тоже огурчики такие вот огурчики в пупырышках всех настоящие тоже деревенские хрустящие такие солененькие малосонные и как правильно или соленые вот даже подписаны банки виноград видно всем до виноградом мама виноградный сок и подумайте не вино не самогон это компот или сок виноградный все же в плесени все банки видите да но не вздулись крышки крышки хорошие значит можно употреблять вот несколько плесени так что-то у нас еще интересного малиновое варенье тоже вот вся уже лесене банка такое вот варенье матушка моя делала здесь доски гнилые все уже все надо здесь все делать все чинить вот тоже баночки тоже огурчики таджика я так понял я еще баночку взял у соседей спросил для этого таджика это баклажаны такие вот я думаю очень вкусно будет с картошкой жареный с вареной картошка мое любимое блюдо вот тоже у нас томатный сок такой борщ с него наваристый можно сделать сварить наваристый борщ вся крышка запилилась так вот тут наша лестница принципе не очень высоко пакет ну принципе все это у нас это у нас чтобы дышал погреб против никаких монстров здесь не живет никого мы не встретили тоже завалялась а это что у нас тоже малина тоже это я крестную возьму баночку в москву она любила у мамы гостить всегда гости приезжала отдыхала я думаю и будет приятно она поменят скажем так мою маму мама моя и сестра двоюродная короче здесь надо полочки вот здесь менять ставить все на новую все ржавые и гнилые поэтому я этим займусь ближайшее время потому что все прогнило мамка естественно этим не занималась там тоже дырки присягу надеюсь меня за задницу никто не царит я лучше не буду не хочу поэтому это от бешенства делать уколы вы не хотите чтоб я пришел за вами когда заболею бешенством как-то по башке шли все постучать не попутся деревяшки ну короче так вот я вам показывал огурчики очень вкусные принципе я фонарик на камере включил думаю видно эта крышка слава богу не от гроба от погреба кстати если начнется третья мировая вас приглашаю в этот бункер здесь пересидеть мне схватит на всех вот если буду по билетам пускать не бесплатно поэтому так вот мы живем скромного с откусом ну что пойдемте наверх народ а если без шуток можно представить что здесь у меня живет рейк знаете такое создание блин не дай бог он вернется сюда я не знаю что я тогда буду делать это наверное как вот многие блогеры рассказывают страшные истории на ночь страшные сказки это только не сказки это все в реальности народ вроде бы меня здесь не видно каждую ночь суда возвращается вроде бы его нет вроде бы говорят мифическое на самом деле он есть я каждую ночь слышу какие-то шорохи в этом поэтому мы не будем здесь долго задерживаться иначе он может вернуться и тогда мне хана а если ведь что я снимаю и вам это рассказываю он и вас тогда тоже придет за вами и вам тоже будет хана поэтому давайте бегом отсюда выходить не забывайте кстати ставить лайки комментарии также подписывайтесь на мой канал на ютубе если он вам интересен я думаю вы подпишитесь на меня хотя бы подпишитесь на меня потому что я рискнул оказаться здесь также у меня есть страничка и группа вконтакте подписывайтесь на страничку и вступайте в мою группу мне кажется что сейчас оттуда снизу такие лапы меня схватят удачат меня туда под доски поэтому давайте пойдем отсюда быстрее крестная привет ну что народ я думаю мы на этом съемку закончен ролик и так получился довольно длинный поэтому ставьте лайки комментарии подписывайтесь на мой канал в ютубе также есть вконтакте у меня там группа и страничка также есть в одноклассниках теперь я там новую страничку завел поэтому там тоже можете добавиться ко мне друзья группу пока я там не успел создать что еще вам сказать спасибо что вы были со мной все это время мне очень это приятно надеюсь вы на меня подпишитесь поскольку у меня мало подписчиков и у меня новый канал мне будет очень приятно если вы подпишитесь и поставите лайки также комментарии не важно плохие или хорошие мне все равно это важно видеть активность на своем ютуб канале вам большое спасибо за внимание пока